В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впоследствии его нашли брошенным в поселке Торфяновка. А водитель и пассажир позже сами явились в правоохранительные органы. Накануне поздно вечером одного из них, выборжца Николая Шулера, городской суд арестовал на два месяца. Судьба его товарища Кристиана Вейнин-Кайнина решалась сегодня. Защита гражданина Финляндии просила суд оставить его под подпиской о невыезде, предлагая залог в размере миллиона рублей. Сторона обвинения настаивала на аресте в интересах следствия. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатства следователя, считая его необоснованным, поскольку в Вейнин-Кайнин ранений судей не намерен скрываться от органов предварительного следствия, имеет наизвивение двоих малолетних детей, которые проживают совместно с его супругой на территории Российской Федерации. Суд отправился брать меру пресечения, в том числе в виде заключения под стражу. При наличии оснований полагать, что обвиняемый скроется от органов предварительного следствия, и суда может продолжить заниматься преступной деятельностью и беспрепятствовать производству по уголовному делу. Суд постановил арестовать гражданина Финляндии сроком на два месяца. Так же, как и Шуляру, он будет помещен в следственный изолятор. Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов вошел в состав Высшего совета «Единой России». Обновленный состав озвучили в Москве на пленарном заседании 17-го съезда Всероссийской политической партии. Минувшей осенью Геннадий Орлов принимал участие в заседании Высшего совета в качестве эксперта. Тогда единороссы обсуждали ряд законов, требующих доработки. В частности, речь шла о строительстве учреждений здравоохранения в небольших населенных пунктах. Глава администрации Выборгского района отметил, что в первую очередь необходимо решать кадровый вопрос. Я предложил закреплять за поселениями, за районами медработников, которые учатся на бюджетной сфере, ну, как раньше было при Советском Союзе. То есть, после окончания высшего учебного заведения они приезжают в населенный пункт, а мы обязаны им предоставить жилье или какое-то общежитие, то есть место для проживания. Обсуждали также ситуацию с участковыми, уполномоченными полиции. В ряде муниципалитетов стражи порядка не справляются с объемом работы. Не проще ли вернуться к старой системе, которая была не сокращать участковых, а наоборот увеличить численность этих участковых, потому что два человека, в частности, по Каменогорскому поселению не могут полностью охватить все это поселение. Делегата от Выборгского района за объективность и предложенные инициативы отметил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. На встрече с журналистами Геннадий Орлов рассказал также о перспективах финансирования федерального проекта «Комфортная среда». На работы в Выборге, Светогорске и Рощино планируется выделить порядка 135 миллионов рублей. Разработанная проектная документация для благоустройства нескольких общественных зон будет представлена жителям для голосования. 18 марта, в день голосования, в отдельном помещении будут стенды, будут схемы, проекты, предложения по общественной среде и бюллетени. И от того, как человек, как житель города проголосует, в таком и соотношении, я имею в виду первое, второе, третье место, четвертое и так далее, в зависимости от финансов мы будем заниматься и благоустройством этих территорий. Но если в 2017 году от полученных денег одна треть была на общественной территории, две трети на домовые, сейчас такого четкого разграничения, одна треть или две трети нет. Мы сами будем принимать решения, что нам важнее. Но дворовые территории мы не оставляем, в любом случае мы будем ими заниматься. Вхождение главы администрации Выборгского района в состав Высшего совета партии «Единая Россия» может благотворно сказаться на развитии муниципалитета. В частности, власти рассчитывают на решение вопросов, связанных с передачей зданий Минобороны в муниципальную собственность и благоустройством старого города. Управляющая компания ПЖКХ сольется с Выборгтеплоэнерго. Реорганизация начнется в следующем году. Об этом говорили на заключительном в уходящем году заседании Совета депутатов Выборгского района. Парламентарии обсудили также вопросы, связанные с бюджетом, и наметили план работы на 2018-й. Подробнее в следующем сюжете. Доходная часть бюджета Выборгского района в 2017 году составит порядка 5 миллиардов 300 миллионов рублей, в том числе почти 2 миллиарда собственных доходов. На заседании Совета депутатов внесли изменения в главный финансовый документ. Дополнительные 24 миллиона из областной казны и бюджет Санкт-Петербурга направят на обеспечение доступности услуг общественного транспорта. В целом же расходная часть бюджета составит 5 миллиардов 356 миллионов 934 тысячи 800 рублей. Депутаты Выборгского района внесли изменения в принятое ранее решение о ликвидации комитета ПЖКХ, благоустройству и реализации жилищных программ. Это произойдет по ряду причин в следующем году. В связи с тем, что действительно еще до конца не закрыты все финансовые обязательства, идет претензионная судебная работа, в связи с этим предлагаем все-таки вот это решение перенести на более поздний срок. Еще одно глобальное изменение претерпит управляющая компания ПЖКХ. В следующем году начнется процесс реорганизации и присоединение ее к Выборг Теплоэнерго. На сегодня управляющая компания имеет большой долг – порядка миллиарда 300 миллионов рублей, накопившийся с 2012 года, в том числе из-за неоплаты населения и ТСЖ. Только в 2017 году недоплачено 165 миллионов. Теплоосложение всего Выборгского района и обслуживание домов, оно происходит, независимо от того, что у нас, как вы знаете, один из самых высоких износов домов, которые находятся в управлении управляющей компанией. За этот период управляющей компанией было запущено порядка 12 котель, созданных. Максимальные шаги были, значит, управляющей компанией нацелены на то, чтобы перевести самые затратные котельные, которые на угле, значит, построить новые котельные, которые будут использоваться на газ. То есть все шаги, которые управляющая компания делала, значит, были направлены действительно на оказание тех качественных услуг для населения, которые и должны быть. Для того, чтобы не допустить банкротства управляющей компании, процесс реорганизации начнется следующим летом, в межотопительный период, и будет происходить поэтапно. Это единственное нормальное здравое решение для того, чтобы, во-первых, не погубить Выборгский район в плане социально-экономического, социально значимого отношения людей к этому вопросу. Вторая ситуация – сохранить потенциал, сохранить людей, которые работают. Ну и можно сказать, что за управляющие компании еще контрагентов, наверное, тысячи тянется. То есть мы не только людей можем потерять, которые работают, наемные рабочие, но мы можем потерять и в эту процедуру банкротства вернуть и наши мелкие, средние бизнесы, потому что многие связаны с этой компанией. Депутаты районного совета поддержали инициативу. Также они утвердили план работы на следующий год. Первое заседание запланировано на февраль. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Исполнилась новогодняя мечта губернатора Ленинградской области. В этом Александр Дрозденко признался на своем официальном YouTube-канале. Там опубликован видеоролик. Глава региона перевоплотился в Деда Мороза и поздравил с наступающим Новым годом учащихся дошкольного отделения общеобразовательной школы в Кудрово. Также Александр Дрозденко обратился ко всем жителям Ленобласти. «Наш город» Когда мы верим в Деда Мороза. Вторая стадия, когда мы не верим в Деда Мороза. Третья стадия, когда мы сами в Деда Мороза. У меня сегодня третья стадия, я буду Деда Мороза. Благодарю подарок. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз, Дед Мороз. Дед Мороз, Дед Мороз. Я поздравляю всех жителей Ленинградской области. Александр Ильич, а вы еще, Дед Мороз? А, извините, секундочку, секундочку. Дорогие земляки, я все еще не вышел из образа. Исполнилась моя мечта, я сыграл роль Деда Мороза в детском саду. И поэтому, оставаясь в образе, я хотел бы отойти от традиции и свое новогоднее поздравление сделать в виде пожеланий. Я хочу поздравить всех жителей Ленинградской области с Новым годом. Я хотел бы, чтобы в новом году добрые перемены, желанные события произошли в каждой ленинградской семье. Я хотел бы, чтобы в каждом городе, поселке, деревне вы почувствовали, что в Ленинградской области, пусть на немного, пусть на чуть-чуть, происходят изменения к лучшему. Пусть в новом году исполнятся ваши желания, пусть они будут связаны с Ленинградской областью. Это и получение образования, устройство на хорошую и интересную работу. Это переезд в новое жилье. Это, конечно же, создание новой семьи, рождение детей. А для бабушек и дедушек я пожелал бы, чтобы у них появились добрые и отзывчивые внуки. Я хотел бы, чтобы у всех у нас в новом году появился повод гордиться нашей родной Ленинградской областью, нашей малой родиной. И, конечно же, гордиться нашей большой родиной Великой России. Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи в новом году. И, как дедушка Мороз, я знаю, что под Новый год все, что не пожелаешь, обязательно сбудется. Счастья вам, земляки! Отметим Новый год вместе. В Выборге в ночь на 1 января на Красной площади пройдет дискотека. Праздничная программа начнется в половине второго ночи и продолжится до 4 часов утра. 4 января в полдень в библиотеке «Алта» состоится новогодний праздник «Здравствуй, елка». В это же самое время начнется интерактивно-развлекательная программа в Вересковой усадьбе. С 4 по 6 января в доме музея Ленина будет проводиться интерактивная программа для детей «Завтра Рождество». Она познакомит с традициями этого праздника в России и Финляндии. Начало в 11 и в 14 часов. 5 января в библиотеке «Алта» в 16.00 поэты творческого объединения «Серебряная нить» представят театральную экспериментальную зарисовку «Порошки». Состоится фестиваль юмора и снег и смех. Библиотека «Нарубежный-18» в этот день приглашает в гости к Деду Морозу. Начало в 13.00. 6 января в полдень на Батарейной горе при условии подходящей погоды состоится семейный конкурс «Лучший снеговик». Библиотеке «Алта» в этот день в 13.00 пройдет лектория на тему «Свет Рождества». В 15 часов программу продолжит концерт с участием ансамбля народных инструментов «Русские узоры». 7 января в полдень на Соборной площади начнутся народные гуляния «Рождество Христово». По традиции в конце года мы предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на ближайшие 12 месяцев. Специально для наших телезрителей его составила бакалавр астрологии Александра Удалова. По ее данным, самые существенные изменения произойдут в жизни людей, родившихся под знаками овна, рака, весов и козерога. Наиболее значительные финансовые проекты и риски ожидают тельцов, львов, скорпионов и водолеев. А работать больше всего предстоит близнецам, девам, стрельцам и рыбам. Более подробный астрологический прогноз смотрите прямо сейчас. Испытывать дежавю в течение Нового года будут абсолютно все. Причем чаще, чем обычно говорят специалисты по небесным телам. Это связано с тем, что в 2018-м произойдет редкое явление. Все планеты, кроме Солнца и Луны, будут ретроградными. То есть замедлят свое движение по орбите. Это отразится на поведении людей. Период ретроградности – время, когда можно вернуться к незавершенным делам, чтобы их закончить. А вот новые проекты будут сопровождаться сложностями. Обострятся старые проблемы. Неожиданно возникнут давние знакомые. Вместе с тем намного легче будет избавляться от ненужных связей, прощаться с неприятным прошлым. Будут меняться правила, будут меняться законы, будут меняться инструкции, нормативные акты и прочие документы и порядок. И когда мы в эти периоды действуем, нужно учитывать, что мы многого можем и не знать. И когда период ретрограда заканчивается, мы обнаруживаем, что мы делали совсем не то, что требовалось. Для того, чтобы как-то защитить свои действия от ошибок, лучше не торопиться в это время и дать ситуации пойти, как ей захочется. Наиболее травмоопасные периоды, по мнению астрологов, 16 мая, 2 августа, 19 сентября. Кроме того, в эти дни и в ближайшее к ним время лучше не рисковать и стараться избегать конфликтов. Для тех, кто хочет добиться определенного карьерного роста или совершить серьезные изменения в работе или в бизнесе, лучше подходит первая половина года. С учетом того, что в январе и феврале будут затмения и в марте и частично в апреле Меркурий будет идти в обратную сторону. В эти периоды нежелательно начинать что-то новое. В конце декабря Сатурн, планета дисциплины и порядка, перешел в знак Козерога, где будет находиться примерно 2,5 года. Такое положение планеты многих вынудит снять розовые очки, не давать пустых обещаний. Бездельникам придется не сладко. От каждого потребуются конкретные поступки, связанные с карьерой, недвижимостью, имуществом. Он не любит транжирить деньги, он направляет всех на жесткую экономию и самоограничения. Те, кто не будет выполнять эти правила, тем придется сложнее в течение года добиваться успеха. По мнению специалистов, вероятность финансовых потерь выше всего в марте, а также в августе-сентябре. Более стабильной ситуацией станет после 8 ноября. Конец года – благоприятное время для новых проектов. Овнов больше, чем представители остальных знаков, будет волновать карьера. Многие из них поменяют работу или у них сменится начальство. Вероятна финансовая помощь со стороны партнеров, а также выгодные кредиты, возможность приобрести собственность, получить наследство. Тельцам придется весь год быть на виду, путешествовать, заниматься рекламой или образовательными проектами. Многие представители знака заключат выгодный брак. Их благополучие будет зависеть от умения договариваться и делиться. Близнецы станут совмещать обязанности на нескольких рабочих местах. Для них доход будет важнее социального статуса. Есть угроза обострения старых заболеваний. Лучше заранее позаботиться о себе, предупреждают астрологи. Деловое партнерство для раков – самая важная тема года. Им будет сложно сотрудничать в этом году. Партнеры будут излишне требовательны, критичны и придирчивы. Но при ответственном подходе к своей работе и своим обязанностям, раки могут очень серьезно продвинуться в течение года. Также у них будет возможность включить творческий потенциал и придумать, изобрести что-то новое. В конце года их может ожидать повышение по службе. Много работы будет у львов. Повышенная нагрузка может негативно отразиться на здоровье. Специалисты советуют не взваливать все на свои плечи, а заняться семьей, сделать ремонт дома или на даче. Девы весь год будут озабочены своими детьми и планами на их будущее. Придется решать вопросы, связанные с учебой и досугом, а также присмотреться к друзьям своих чад. На развлечения времени не будет. Отпуск астрологи рекомендуют провести в семейном кругу. Весы. Сфера доходов определенно порадует весов. Трудности могут быть связаны с домом и домочадцами. У весов может быть в этом году довольно много гостей или близких родственников, которым придется уделять время, внимание и силы. Весам лучше распределять обязанности среди близких людей и координировать им работу, чем делать всю работу самостоятельно. Скорпионов в этом году год очень удачный. Скорпион будет полон сил и настроен очень решительно. Большой успех ему принесут все средства информации, коммуникации, взаимосвязи и короткие поездки на небольшие расстояния. Стрельцам специалисты советуют вести себя осмотрительнее, поскольку возникнет серьезная угроза финансовых потерь. Те, кто начнет ограничивать себя в расходах, к концу года накопят приличный капитал. В декабре они смогут выгодно им распорядиться. Козерогам самое время в этом году поменять имидж. Им больше подходит деловой стиль поведения, подтянутость, сконцентрированность, нацеленность на решение конкретных задач и проблем. Взрослые дети козерогов могут оказать им существенную помощь и поддержку в этом году, а также друзья и единомышленники. У водолеев наступает период двухлетнего теневого лидерства. Чем скромнее они будут держаться, тем лучше для их карьерного роста. У них хорошо получится руководить проектами. Успех принесет и занятие благотворительностью. Представители знака рыбы могут смело планировать свое будущее. Удача станет их спутницей, особенно в сфере образования и путешествий. Друзей поубавится, но те, кто останется, окажутся самыми надежными и верными. В целом, для всех знаков зодиака характерно следующее. В 2018-м новые знакомства будут проверяться на прочность. Удачными будут браки, в которые вступят люди, давно знакомые или живущие вместе. Глазами молодежи мы завершили прием видеороликов на конкурс «Живая камера». Поступило 19 работ от школьников и студентов Выборгского района. Допущено к голосованию 16 роликов, соответствующих условиям конкурса. Теперь победителю предстоит выбрать вам, дорогие зрители и пользователи интернета. Голосование проходит в нашей группе ВКонтакте, Выборг ТВ и продлится до 10 января. Автору лучшего видеоролика мы подарим экшн-камеру. В новом году Федерация волейбола проведет сборный турнир среди всех любителей этого вида спорта. 2 января в спортзале Южный состоится традиционная солянка. Играть будут с смешанными командами, которые сформируют с помощью жеребьевки. Сбор в 10 часов утра. Начало первой встречи в 10.40. Воборгские тайбоксеры заканчивают уходящий год с хорошими результатами. Воспитанники клуба «Арена» приняли участие в первенстве Кронштадта по тайскому боксу. Анна Мельченко завоевала бронзу, Ольга Шваченко – серебряную медаль. Артемий Власенко занял второе место в своей категории. Степан Тюрин стал обладателем золота. Самый маленький участник команды Матвей Гашутин провел два поединка и из обоих вышел победителем. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!